приветствую вас меня зовут александр абрамян вы снова на моем youtube канале 4 выпуск у нас появился стол это говорит только об одном что тема этого выпуска будет обзор моей техники ну либо еще потому что мне скинули деньги за рекламу которую я делал в третьем выпуске который рекомендую посмотреть поехали и поедем по порядку с камер у меня два 750 никона сразу отвечу на многие вопросы которые задаются по этим камерам это отличная камера просто замечательная камера для свадебной съемки если вы выбираете между 750 или 800 или 810 или 610 или 600 вообще без разницы вот из серии дешек выбирайте 750 вы реально не пожалеете у нее из основных плюсов это быстрый автофокус в отношении предыдущих семейств даже 800 если сравнить с 800 автофокус здесь стоит быстрее два слота под карты памяти я работаю в дубляже то есть сюда пишется равы и сюда эти же равы дублируются на случай того что если что-то случится с флешкой поворотный дисплей первая full-фреймовая камера с поворотным дисплеем это реально удобно когда я только выбирал меня это чуть-чуть насторожило из истории как-то вообще не по-взрослому поворотный дисплей мы тут профессионалы а вот эта вот штука не годится на самом деле нереально удобно если с нижних ракурсов снимает с верхних ракурсов снимает великолепно про автофокус сказал 24 мегапикселя нафига больше мы делаем на вывод картинку либо 4000 по длинной стороне либо 5000 по длинной стороне это 12-15 мегапикселей в принципе для свадебной съемки больше не нужно я понимаю там бьюти портреты либо про ну работа в студии окей как бы берите 810 будет вам счастье для свадеб не надо вот 750 в тему о вопросах с затворами то что они глючные и так далее тому подобное затворы проблемы с затворами были в первых партиях компания это признала и все кто зарегистрировал камеры получили письма о том что есть такая проблема обратитесь сервисный центр проверьте свою камеру по номеру одна из моих камер попала в этот список мне за день в москве поменяли затвор бесплатно без всяких проблем гарантийный случай после замены никаких проблем нету обновка еще многие говорят что глюки при записи камера обращается к флешке не можно не записать и начинает глючить этот вопрос решается прошивкой либо вашей картой памяти что чаще всего по картам памяти я использую сандиски экстримы на 95 мегабит в секунду на 16 гигов на 32 гига вчера посчитал общей сложности 224 гигабайта ну с учетом дубляжа нормальный объем принципе хватает это две тушки которыми я работаю еще раз говорю 750 берите и даже вообще не задумывайтесь либо уже смотрите в сторону дэшер но учитывайте что у вас будут офигевать руки спина вы будете сильно уставать они реально тяжелые камеры и еще чуть не забыл на мой взгляд очень важный пункт это эргономика насколько круто у вас камера сидит в руке у 750 выдвинута ручка хвата чуть-чуть вперед и пальцы получается падают глубже к камере когда на ней висит объектив вы можете над камерой носить просто на трех пальцах нереально удобно все кнопки ну расположение канонисты конечно скажет что все это бред и так вообще жить нельзя с такой расстановкой кнопок но вот если у вас был до этого nikon 750 вам прям зайдет понравится это будет вау-бенчи супер в ней даже вай-фай есть если кому-то надо так объективы первый который лежит у меня мой самый любимый один из самых любимых это полтинник его все знают полтинник 1 1 8 очень дешевый очень резкий очень быстрый переворачиваем получается макро объектив тут как бы больше даже рассказывать не буду покажу картинки какие с него получаются мне очень нравится на всякий пожарный он у меня всегда с собой очень часто не снимаю это объектив номер раз следующий объектив объектив там рон 2470 сейчас я буду петь просто баллады хвалебные компании там рон потому что это отличный объектив во первых фокусное расстояние 2470 во вторых у него есть стабилизатор для съемки видео ну и в принципе как бы с рук одну тридцатую кажется спокойно с рук можно снимать все хорошо спешная серия серия для профессионалов здесь напыление на стекле которое не дает ему запотеть если из холода в тепло ну на самом деле не не на сто процентов она не дает ему запотеть бывали случаи когда он запотевает и потом это проблемно многие спросят чё там не никон и так далее как бы если у вас есть деньги конечно лучше взять никон но если сравнивать по цене никон и там рон там он будет намного дешевле прям намного в два в три раза а по качеству он будет не хуже и точно не будет хуже в два раза картинку он выдает замечательную по скорости фокусировки проблем тоже никаких нет качество сборки замечательно влагозащищенный пылезащищенный к тому же он первый объектив со стабилизатором при фокусном расстоянии 2470 едем дальше 7200 тоже там рон тоже и спешная серия 7200 2 и 8 со стабилизатором будет ролик посвященный сравнению никонов скому 70 200 и не знаю конечно чем все закончится может никон где-то выиграет но опять же возвращаясь к цене в два раза разница и нам он дает изумительную картинку может чуть хуже чем у никона возможно но это не знаю я проверю плюс их сервисный центр когда я брал 2470 у меня на камере получилось на объективе получился back focus то есть программно с помощью камеры поправить его не удалось я отправил и объектив и камеру в сервисный центр там со мной очень мило общались по электронной почте я даже звонил со мной общались все очень быстро настроили и настроили просто в ноль ребята работают во первых быстро во вторых качественно и на позитиве то есть к вам относятся как к другу все замечательно делают с 70 200 такой проблемы не было я его прикрутил сразу испугался думаю что будет back или front focus нет в нуле прям постоянно на 2 и 8 ну и стабилизатор вообще может по аппаратам и по объективам в принципе все понятно едем дальше это свет вспышки у меня всего три вспышки первое 600 900 и вспышка компании nissin на всех вспышках есть режим ттл но я на всех работаю в режиме мануальном во первых экономит батарейки во вторых ттл ошибается пыхает один к одному когда мне это не нужно и опять же высаживает аккумуляторы в режиме мануал я сам все смотрю все что мне нужно по настройкам я добиваюсь только в ручном режиме мануальный режим кстати касается и баланса белого чтобы не говорили что сейчас современная техника в автоматическом режиме отлично подводит баланс белого не соглашусь буду спорить и доказывать потому что в темной комнате с одним источником света типа окна баланс белого в автомате дает жутко синюю картинку и на пост продакшене когда стоит баланс белого в режиме автомат обработка длится намного дольше в мануальном режиме во первых вы сразу видите картинку которая вам нужна и делаете ее и во вторых на пост продакшене даже если вам нужно поправить там что-то в балансе белого это будет все быстрее легче и и лучше итак возвращаемся снова к вспышкам 600 достаточно старая но работает без проблем менял на ней лампу кстати на 900 тоже вам поменял вам поменялась но это в принципе расходной материал вот сейчас хотел бы поговорить за 900 вспышка отличная по всем параметрам светит замечательно работает хорошо но перегревается то есть загсе допустим когда я не снимаю сериями я снимаю single shot но все равно если в загсе пока кольцами обменялись так далее она может перегреться и это конкретно подводит то есть у вас просто на мероприятие отключается вспышка и приходит она в себя минут 57 наверно причем не важно что вы будете делать но это стоит термодатчик на защиту в 910 там поправили эту ситуацию она не так греется но это минус 900 а вот не сеновская вспышка это как раз таки и серии nikon или там рон по объективам пыхает не поверите тем же самым светом что и не никоновская у нее очень дружелюбный интерфейс цветное цветное табло причем она такое в режиме блондинки там забавные иконки все очень просто выставляется она у меня вообще не перегревается единственное что я переживаю за блок аккумуляторный он пластиковый и выполнен вот таким вот странным образом между когда помоются вот эти вот лапки которые держат батарейки надеюсь это случится не скоро а вообще вспышка замечательная надежная еще ни разу не подвела а вот 900 бывало перегревалась там и не надо поэтому если вы сомневаетесь брать не брать ну от меня как бы только положительные отзывы по поводу не сильно эта модель d и 700 а по поводу синхронизаторов самые обыкновенные янг ноу работают великолепно не подводили еще но из минусов они без ттл режимы если вам что-то нужно поправить по цвету по мощности или по пучку вам надо ножками подойти к вспышке и там все вручную сделать то есть с камеры либо с самого синхронизатора вы не ничем управлять не сможете мой любимый фонарь red light температура 5000 кельвин что это такое вы знаете я уверен как бы обзоры тоже есть и единственное что если вы будете брать red light овские фонари сразу берите ну вообще в принципе фонари любые источники мне кажется с постоянным светом сразу берите вторую батарею у меня две батареи всегда они заряжены на сто процентов когда прошла первая съемка и у меня батарейка там уже подыздохла если вдруг идет вторая съемка либо там экстренный заказ когда позвонили ей снимай я не парюсь я знаю что мне всегда по батареям все хорошо просто взяли вторую поставили пошли работать тоже red light овский фонарь клёвый ничего не скажешь но когда я его только взял на первой съемке он мне вообще не понравился потому что тут есть специфика работы с фонарем и как бы не будет крутых карточек просто потому что у вас есть фонарь как бы если у вас есть фонарь поздравляю у вас еще непаханное поле чуть делать с постоянным светом и в общем то да свет что искусственный что постоянно он остается светом но нюансы работы с фонарем они есть как бы это фонарь не является какой-то панацеей фонарь это только провокатор вашего дальнейшего развития но в моем случае было так в принципе по свету это все чем я пользуюсь и так тут у нас случилась магия монтажа сейчас на столе минимальный комплект с которым можно начинать фотографировать плане коммерции что здесь есть вспышка в моем случае было sb 600 объектив опять же там рон но здесь уже совсем другой сегмент 28 75 2 и 8 тут у вас нет никаких стабилизаторов тут у вас нет каких-то супер дорогих стекол но он за свои деньги ведет себя очень адекватно очень круто картинка хорошая реально берете не пожалеете по поводу бэк и фронт фокуса опять же юстировка в сервисном центре но мой экземпляр конкретно встал прям 0 0 на 2 и 8 он сразу стрелял ровненько собственно говоря одна камера у меня 750 про него я уже чуть-чуть рассказал если захотите услышать что-то больше про эту камеру ставьте лайки пишите как в комментариях я сделаю прям самый полный обзор я не знаю хотя есть уже обзоры 750 ну я могу сделать обзор именно на свадьбе что происходит с камерой какими какие испытания она проходит прям в реальной жизни без всяких заумных слов так вот это минимальный комплект в котором можно заходить в коммерческую фотографию но этот комплект абсолютно не означает что вы будете снимать лучше но он не означает что вы будете снимать хуже в любом при любом комплекте вы будете снимать ровно так как вы умеете будь тут d5 лучшим они карточки бы не стали либо здесь никоновский 2470 и так далее по аналогии к чему я это все веду к тому что техника это всего лишь инструмент которым мы работаем и на сегодняшний день при выборе техники тут не надо прям много и долго думать реально все камеры очень похожи друг на друга по техническим характеристикам и они выдают реально достойный результат здесь больше вопросов к себе как вы снимаете они на что для меня оптимальный удобный комплект тот который я вам рассказал что будет для вас не знаю но по большому счету это без разницы если вы нормально фотографируете вы будете нормально фотографировать на любую камеру а если у вас самое последнее из линейки не будет ничего лучше лечите руки а не копите деньги на технику и тут снова магия стол чист и так предлагаю на сегодня закончить ваши вопросы оставляйте в комментариях не забывайте подписываться ставить лайки жмите на колокольчик всем пока пока